Одна из самых популярных идей, которую люди хотят воплотить в фотошоп, это заменить фон фотографии и поместить объект съемки в новое окружение. Это не только популярное редактирование, но и прекрасный пример того, что можно сделать, изучив основы фотошоп, слои выделения и маски. Замена фона может показаться довольно пугающей вещью, но на самом деле это не так. По сути, все, что ты делаешь, это делаешь выделение и применяешь маску, и то и другое мы рассмотрели в учебных пособиях этой серии. Давай рассмотрим один практический пример. Вот фотография собаки, но вместо сплошного фона мы хотим поместить ее на фоне горного пейзажа на закате. Мы начнем с того, что выберем собаку. Ты можешь воспользоваться инструментом быстрого выбора или командой выбрать объект. Обе эти техники мы рассмотрели в учебных пособиях этой серии. Этот выбор говорит нам о том, что мы хотим оставить собаку у себя. Далее все, что тебе нужно сделать, это создать маску, которая скроет все, что мы не выбрали, в данном случае фон. Так что теперь фон скрыт маской, но нам все равно нужно будет заменить его чем-то другим. Точно так же, как мы это делали в предыдущем уроке, мы будем использовать команду «Поместить встроенное», чтобы добавить еще одно изображение в этот проект. Новое изображение появится на отдельном слое над фотографией, но мы хотим, чтобы этот новый слой был фоном. Так что мы переместим его в самый низ стека. Порядок расположения слоев на панели слоя имеет большое значение. А еще ты можешь перемещать слои вверх и вниз по стеку в зависимости от своего дизайна. Теперь у тебя есть собака на фоне горного пейзажа. И все, что ты сделала, это использовала основы выделения, слоев и масок, чтобы это произошло. Это было легко, не так ли? При замене фона можно полностью изменить динамику изображения. И ты могла бы использовать те же принципы для создания других видов композитов, например, заменить небо на этом изображении, и добавить тени с помощью другого изображения. Или изменить фон на сплошной цвет и объединить элементы нового изображения, как и в случае с этими яркими цветами здесь. Или же ты можешь даже использовать то же самое изображение, чтобы улучшить свою собственную композицию, как я сделала с этой восхитительной фотографией десерта здесь. Так что давай подведем итоги. Многие удивительные вещи, которые ты можешь сделать в фотошоп, требуют понимания того, как использовать слои, выделения и маски, а замена фона — это одно из самых распространенных изменений. По сути, все, что ты действительно делаешь — это просто выделяешь элементы переднего плана на изображении и используешь маски слоев, чтобы скрыть фон. Наконец, ты добавляешь еще одно изображение в свой проект и помещаешь его в нижнюю часть стека слоев в качестве нового фона. Теперь твоя очередь. Попрактикуйся в этих навыках на своих собственных изображениях и мгновенно обнови их или сделай более фантастично.